Привет, с вами История Мемов и я, Агния Огонек. Частенько в ваших заявках фигурирует просьба рассказать не только о мемах, но и о сайтах, способствующих их возникновению и распространению. И я подумала, почему бы и нет, а начать я решила с самой популярной и, можно сказать, жизненно важной для русскоязычной аудитории социальной сети. Конечно же, это ВКонтакте. Но перед этим хотелось бы сказать об очень распространенном заблуждении. Якобы почти все мемы появляются именно из ВКонтактика, мол, кто-то ляпнул какую-то глупость в крупном паблике и пошло-поехало. Я и сама так когда-то думала, но за все время существования моего канала я не встретила и, соответственно, не рассмотрела в своих роликах ни одного значимого мема, зародившегося именно там. То, что появляется именно ВКонтакте, как правило, живет 2-3 дня и только в пределах одного или нескольких очень похожих сообществ, которые обмениваются контентом. Почти все вирусные темы берут свое начало на имиджбордах, крупных блогах или других специфических сайтах, а ВКонтакте лишь несет эти темы в народ, дает им более широкое распространение. Впрочем, это касается не только мемов. Итак, вернемся к истокам и рассмотрим, с чего все начиналось. ВКонтакте на сегодняшний день крупнейшая социальная сеть в Рунете, которую не без оснований считают клоном зарубежного Фейсбука. Кроме общения, ВКонтакте имеет и множество других функций. Например, там можно хранить бесконечное количество фотографий, заливать любые видео и аудио, но при этом вся ответственность за пиратство лежит на вас. Создатель соцсети – всем известный Павел Дуров. По последним данным, ему принадлежит лишь 12% акций ВКонтакте, но контроль над всеми ключевыми решениями в компании все же сохраняется за ним. Кстати говоря, Павел Дуров – знатный тролль, который, пользуясь служебным положением, делал немало веселых штук. Но об этом позже. Официальным днем рождения ВКонтакте считается 10 октября 2006 года, хотя альфа-версия проекта функционировала уже с лета, а доменное имя ВКонтакте.ру было зарегистрировано 1 октября. Идею создать такую социальную сеть Дурову подбросил друг, вернувшийся из Америки и знакомый с американским проектом Facebook, который и было решено адаптировать для России. На выбор названия сети, по словам Дурова, повлияли два фактора. Во-первых, ему пришелся по душе джингл радиостанции «Эхо Москвы» в полном контакте с информацией. А во-вторых, нужен был такой вариант названия, который бы не ассоциировался с определенным социальным классом или категорией людей. Хотя изначально, что немногим известно, ресурс создавался как раз для определенного класса, а именно студентов и выпускников элитных вузов России. Регистрация была только по инвайтам и при обязательном указании настоящих именей и фамилии. Однако уже в конце ноября регистрация стала заметно смягчаться, а потом и вовсе стала открытой. Одновременно с этим была запущена рекламная кампания по привлечению новых пользователей. И с 2007 года ВКонтакте начинает стремительно набирать популярность. По посещаемости сайт обходят одноклассники, лидируют в Рунете по количеству просматриваемых страниц и объема генерируемого трафика, а также занимает второе место в народном голосовании премии Рунета, уступив лишь сайту bash.org. Уже в 2008 году ВКонтакте становится самым популярным интернет-ресурсом в России. В Украине он проигрывает только Google и Mail.ru. Соцсетью пользуются уже более 10 миллионов человек. В этот период были запущены всяческие приложения, сервисы мнений и предложений, была переработана система рейтинга, а также сделаны некоторые полезные изменения в интерфейсе. Все это спровоцировало наплыв на сайт армии спамщиков, а также школьников. 5 сентября 2009 года ВКонтакте покупает домен vk.com с целью дальнейшего продвижения на международном рынке, но окончательно переезжает на этот домен только в январе 2012 года. Количество пользователей неуклонно растет. В ноябре 2010 года ВКонтакте регистрируется 100-миллионный пользователь, но концепция сайта меняется. Теперь это уже скорее не средство для общения, а развлекательный сайт с функцией общения. Акцент сети переведен на обновление новостных лент, а также введены подписки, что привлекло в ВКонтакт множество знаменитых и публичных людей, которым, кстати, очень удобно размещать ВКонтакте свое творчество и новости о нем. Впрочем, вслед за ними регистрируется и куча фейков. Хотя фейковых страниц ВКонтакте в настоящее время явно не меньше половины. Вообще, начиная с 2010 года и по сей день, ВКонтакте практически ежемесячно появляются какие-либо нововведения, и полезные, и бесполезные. Но итог один – это уже именно развлекательный сайт. Ага, нарисуй на стене! ВКонтакте! Эй, лэйби, отправь сообщение мне! ВКонтакте! А мы все знаем, что правильные люди где? ВКонтакте! Поднимите вверх пальчики все, кто в ВКонтакте! ВКонтакте! Контачат все, не веришь мне? Спроси хоть где везде! Все знают, что в ВКонтактах даже дед Пихто давно. Понятно всем, в Венете мало таких тем. Зачем? Затем, чтоб все мы были вместе! ВКонтакте! Наши встречи, люди, группы! Где? ВКонтакте! За все время существования ВКонтакте было очень много событий различной степени важности, рассказывать о которых можно бесконечно. Поэтому рассмотрим лишь наиболее значимые, просто забавные или запомнившиеся большинству пользователей. Одним из таких событий стало отключение стены с заменой ее на микроблок 20 октября 2010 года, которая вызвала такой ботхерт как минимум у половины всех юзеров, что это явление можно считать отдельным мемом. Призывы типа дуров «верни стену», а также обсуждение микроблока не забытые до сих пор. Где искать идеалы в простой школоте? Конечно же на сайте ВКонтакте.ру. И в этот тяжелый, переломный момент, когда в России ежегодно от рака умирает 300 тысяч человек, в ДТП погибает более 20 тысяч человек, и еще 93 тысячи человек просто не рождаются из-за секса в презервативе, именно в этот момент вы вводите принудительный микроблок ВКонтакте? В конце концов, дуров сдался и все же вернул стену, сохранив при этом кое-какие новые функции. Примерно в тот же период, то есть в октябре 2010 года ВКонтакте, были популярны своеобразные статусные флешмобы. Например, девушки договаривались писать в своих статусах место, куда они любят класть свою сумку. Парням рассказывать про это категорически запрещалось. Глупая игра, но позднее она спровоцировала и другие такие же псевдофлешмобы, в которых, как ни странно, участвовало очень много народу. Многие запостили сообщение типа «Погиб локомотив», прилепили фотки там, музычку и написали «Ставьте сердечки, кто скорбит». Не, понятно, родственники, друзья, но их же не миллион, это же пиздец. Вот эти сердечки, это получается накрутка сердечек за счет смерти людей? Идиоты! Еще один бадхерт Дуров вызвал у пользователей ВКонтакте, когда убрал возможность скрыть друзей, разрешив спрятать лишь 15 человек. Потом также были открыты и приватные списки друзей, в результате чего любой злоумышленник может узнать о вас более чем достаточно. Ярким примером тому служит похищение сына известного разработчика антивирусных программ Евгения Касперского. Но, к счастью, все обошлось. Касперский-младший был похищен недалеко от офиса. Работал он в компании InfoWatch, которая принадлежит его матери и бывшей жене Евгения Касперского, нотарьи. Якобы после этого похитители связались с отцом и потребовали выкуп в 3 миллиона евро. И Евгений спешно вылетел из Лондона в Москву. При этом не исключено, что преступники выследили Ивана при помощи информации, которую он выложил в открытый доступ. В его профиле социальной сети ВКонтакте указано и место проживания, и место работы с точностью до дома. После этого случая Евгений Касперский написал открытое письмо Павлу Дурову, где предложил внести ряд изменений ВКонтакте для того, чтобы обезопасить детей. Однако оно осталось проигнорированным. Также к сайту предъявлялись и более явные и существенные обвинения. Например, за то, что ВКонтакте свободно публиковались материалы сексуального характера, в том числе с детской порнографией, а также видео с особой жестокостью. В настоящее время сайт с этим борется, но не всегда успешно. В декабре 2012 года ВКонтакт серьезно насолил всем видеоблогерам, изменив способ воспроизведения видео и убрав двойной клик. Если ранее нужно было сначала нажать на скриншот плеера, а потом на плей, то теперь видео включается одним кликом, в результате чего Ютуб не может учитывать просмотры и ввести какую-либо статистику. А нет просмотров, нет заработка, поэтому приходится закрывать встраивание. Четвертые сутки пылают пуканы, просмотры с ВКонтакта идут в никуда. Не падайте духом, поручий Хованский, корнет королевский, зарплать пи***. Так как к социальной сети неоднократно предъявляли претензии звукозаписывающие компании из-за того, что там нелегально распространяется музыкальный контент и сайт потворствует пиратству, в июне 2013 года из ВКонтакта стали выпиливать аудиозаписи, чаще зарубежные, хотя у некоторых пользователей почему-то удалили даже их авторскую музыку. Некоторые после этого пробовали заливать музыку под фейковыми названиями, однако это не всегда помогало, так как есть программы, распознающие аудио не только по тегам. До того, как ВКонтакте еще не взялись за пиратов, певец Сергей Лазарев в свое время прогрозил Дурову судом за бесплатное размещение его музыки и, соответственно, нарушение его авторских прав. В результате музыку Лазарева выпилили, а при попытке проиграть его песню фанатам показывалась надпись. Было изъято из публичного доступа по причине отсутствия культурной ценности. Иногда ВКонтакте промышляет атакой на неугодные сайты при помощи невидимого айфрейма за счет ресурсов пользователей сети. Так как ВКонтакте один из самых посещаемых сайтов в Рунете, число запросов на атакуемый сайт становится равной или многократно превышает число запросов на сам ВКонтакте. А большинство сайтов на такую нагрузку просто не рассчитаны. Иногда Дуров троллит и простой народ. Например, 9 мая 2012 года он запостил на свою страницу такой твит. Народ гуляет. Еще бы, 67 лет назад Сталин отстоял у Гитлера право репрессировать население СССР. Конечно же, нашлось множество униженных и оскорбленных, среди которых также были Николай Валуев и Сергей Минаев, которые объявили ВКонтакте бойкот и более не пользуются своими страницами. Однако не успела эта шумиха поутихнуть, как Дуров вместе с коллегами вновь решил потроллить народ, запустив из окна своего офиса несколько самолетиков, к которым были прикреплены пятитысячные купюры. А дело было в день города Санкт-Петербурга. Таким образом, Павел решил понаблюдать, как народ звереет в погоне за деньгами. В общем, скандал тоже был нехилый. Конечно, в истории этой социальной сети было еще очень много интересных событий, но хватит сидеть ВКонтакте целыми днями. Лучше пойдите и займитесь спортом, наконец. А поможет вам в этом известный тренер и чемпион мира по бодибилдингу Юрий Спасокукоцкий. На его канале вы найдете множество видеоуроков с комплексами упражнений, а также программы тренировок. Кроме того, Юрий может потренировать вас персонально при помощи скайпа. Так что приобрести красивую фигуру и подкачаться сегодня можно не выходя из дома. Для тех, кто заинтересовался, ссылка в описании. Субтитры подогнал «Симон»!